Внимание, внимание! У нас сегодня в гостях заслуженный артист России, актер, режиссер, сценарист, продюсер и музыкант Гоша Куценко! Здорово! Плются актриса театра и кино, певица Теона Дольникова! Здравствуйте! Чуть не сказала «добрый вечер!» Надо было сказать «тоже здорово!» Это нормально, мы попрощаемся, мы добрый вечер! С такими людьми, красивыми, яркими, творческими, вообще, в принципе, приятно встречаться. А когда еще есть повод для встречи, это вообще замечательно. А повод для встречи есть у нас сегодня такой. Дело в том, что совсем скоро, 11 февраля, начинается очередной сезон мюзикла «Поло Негри». А мюзикл уникальный, люди в нем задействованы уникальные, вообще вышли на абсолютно мировой уровень. По этому поводу мы и приветствуем сегодня наших гостей, исполнителей главных ролей в мюзикле 3D, мюзикле «Поло Негри». Еще раз привет! Здорово! Так здорово, что вы в 3D сегодня у нас, да? Хвастайтесь! Как идет подготовка или уже все на автомате? Получается, уже третий сезон, да, общая сложность, если в декабре 2013-го было запущено? Ну да, третий сезон уже. Мы год в Питере отыграли, и второй сезон в Москве будет стартовать. Ну, с учетом того, что третий сезон открывается, получается, все идет успешно? Да, да, да. И хороший блок был новогодний. Мы сыграли более 20 спектаклей, и зал был такой... Ну, в Питере, соответственно, да? Не, Москва, Москва, Москва. Перед Новым годом мы же... Театр российской армии, и собирали зал, и было приятно видеть, что москвичи, несмотря на санкции и стагнации, тем не менее, идут в театр и наслаждаются. Причем у нас такая компиляция, у нас же кино и театр в одном, два в одном. Я могу, да, зачитать даже, как говорит вслух, эту справку. Дело в том, что это первый в мире 3D-мюзикл, называется Пол Негри, и аналогов этому шоу в мире нет. Уникальность представления состоит в соединении 3D-технологий и театра. То есть, по сути, невероятного размаха фильма только на театральной сцене. И зрители сидят в очках. В очках, да. Но многие снимают. Нет, не снимают, а так подопускают. Ну, просто интересно посмотреть на лица актеров, на актерскую игру, потому что там есть драматические сцены, кроме музыкальных номеров. Когда идет живая энергетика. Конечно, конечно. И плюс еще есть высокотехнологичные моменты, где ты просто понимаешь, что уже стирается игра между реальностью и нереальностью. Но при этом живые лошади настоящие машины. Надо же лошади заглянуть в глаза. Как она играет. А, кстати, кто в ролях? Живые лошади, машины и артисты. И артисты живые, слава богу. И голуби. В каком графике пойдет в мюзикл? Ну, мы сыграем 11, 12, 13 и 14 два спектакля. Дадим. Это наш любимый опыт. Попеть с утра. Это мы знаем уже, кстати. Но, кстати говоря, очень даже по-божески Пола Нега передумала, потому что у нас утренний спектакль начинается в три. Это очень удобно. Утренний спектакль. Это для нас. Пелночка, это у тебя в три начинается. У нас в час и в два. А, да? В два. А ты что, во второй серии только? Ну, она обычно приезжает ко второму отделению. В час и в два начинается. В каком театре? Мы три года ее не расстраивали. Она пела в два, но думала, что три. В два? Это у меня начинается мюзикл «Граф Орлов». А вы в два начинаете? Для девочки не ссорьтесь. За основу мюзикла взята жизнь, роли, приключения, любовные романы, знаменитая актриса немого кино Пола Негре, первого официального секс-символа Голливуда. И сейчас мы спрашиваем у секс-символа Теона Дольникова, каково тебе в этой роли? Слава богу, я не секс-символ. Поэтому ответственности на мне не так много, как на Поле Негре. Но даже если просто посмотреть фотографии, где ты переуплощена уже в роль своей героини, ну там уже и взгляд даже другой становится. А уж про движение вообще? Попробуй сбросить сейчас. Это же... Так все секс-символы говорят. Танец наше все. На самом деле я хотела рассказать такую краткую историю про то, как я в Лос-Анджелесе поехала на... Могилу. Да, на могилу Пола Негре. Но вот у меня какая-то печалька в этом смысле. Я совершенно случайно обнаружила, когда училась там в школе в Лос-Анджелесе, обнаружила напротив школы кладбище. Я такая думаю, о, классно, интересное кладбище. Надо сходить. Ну, классно. Кладбище. Я просто очень люблю кладбище. Оказалось, что это кладбище, на котором похоронена Мэрлин Монро. И там, значит, один несчастный завявший цветочек, который... Ну, в общем, это кладбище никто не посещал уже лет этот цать. Вот. И, в принципе, практически такая же история у Пола Негре. Это находилось в Даунтауне. Я туда ехала минут сорок. Вот. И приехала, и там вот эти вот каменные... То есть это не... Склепи. Да. Ну, то есть гроб внутри стены находится, что, конечно, странно, но интересно. Типа в склепе как-то? Да. Типа в склепе, но как бы там вот такая стена... Ребята, это утреннее шоу. Да, нормальный кладбище, склеп, гробики. Вот этих склепов тоже много штук. Утреннее шоу. Сказала бы гробик. Нет, ну, просто к тому, что вот насколько человек был секс-символом и гремел и так далее, и все хотели... Слушай, ну, с учетом того, что она, пардон, ушла в 90 лет, уже просто к этому времени... Ну, во-первых, старушка пожила, пардон, что так говорю, во-вторых, но к этому времени, видимо, поклонники ее уже тоже потили в бозе, я так представляю. У нее, знаете, какая у нее судьба у Полы вообще? Она же вознеслась. Она была первая из первых. Об этом, я думаю, мы с вами поговорим буквально через несколько минут и про ее судьбу, и про судьбу мюзикла, посвященную этой знаменитой актрисе. Не Моуки, но и про вашу судьбу тоже.